Приветствую всех! Предлагаю вам небольшой экскурс в расшифровку вашей даты рождения. Вы уже знаете, что дата рождения – некий код, в котором заложено очень много информации о человеке. Зная свой код, можно прожить свою жизнь в полном диапазоне. Я для расшифровки последние годы использую технику Бадзи. Это раздел китайской метафизики, знания, которые накапливались не одно тысячелетие в китайской культуре. Итак, берем некую дату рождения, желательно с часом, и составляем вот такую карту. Это карта судьбы и удачи, карта Бадзи. В ней вы видите четыре столпа. Столб года, столб месяца, столб дня, столб часа. Если, соответственно, вы не знаете свой час рождения, у вас будет только три столпа. В принципе, это такой небольшой минус. Почему? Потому что мы не можем увидеть взаимоотношения с детьми или свою жизнь после 50 лет. Вот это у нас небесные стволы, которые определяют судьбу человека, его удачу, его характер. Небесные стволы – это также то, что снаружи, это то, что видят все, то, что на поверхности. Например, если в небесных стволах где-нибудь, либо в части, либо в дне, либо в месяце, либо в году стоит элемент денег, то этому человеку очень важно, как он выглядит. Ему важно показать людям, что у него с финансовой стороны все просто супер. Такие люди любят показушность. У них должна обязательно быть дорогой телефон, который они демонстрируют всем. Дорогие часы, брендовая одежда, дорогущий автомобиль и так далее. Хотя, возможно, денег у него совсем нет. И куплено это, возможно, совершенно на последние деньги. И о том, есть ли у него вообще деньги, мы можем увидеть именно вот здесь, в зимних мудрях. Земные ветви показывают нам дорогу, дорогу нашей судьбы. Какая она? Ухабистая, гладкая, светит ли нам солнышко в дорожке или нас постоянно штормит. Также земные ветви – это как раз то, что не видно постороннему глазу. Это наше подсознательность, это наше внутреннее. Это наши корни, корни многих наших вопросов, корни многих наших проблем. Да, они случайно говорят, ищите корень проблем. Вот в земных мудрях мы обычно этот корень и смотрим. Например, ситуация такая жизненная. У всех вызывает недоумение, когда с виду вроде такая любящая, заботливая, спокойная пара вдруг разводится. Все вроде видят, что у них мир и лад. Они не ругаются, они всегда доброжелательные, вдруг резко разошлись. Проанализировав, например, карту Бадзе, можно увидеть, что в небесных стволах, да, все окей. Что снаружи все люди видят, что у них окей, все замечательно. А то, что вот здесь внутри, какие у них бури творятся, этого никто не видит. А здесь, возможно, есть какие-то толкновения, есть какие-то наказания, самонаказания и еще какая-то нестабильность, которая приводит к разрыву отношений. По следующей теме мы поговорим с вами, как вот по этим иероглифам определить характер человека. Поговорим о личной жизни. Тут очень много информации. Например, стоит ли выходить там замуж рано или жениться рано? А может быть, лучше подождать до 35 лет и уже сделать, совершить один-единственный шаг, там выйти замуж или жениться, да, и жить долго и счастливо всю оставшуюся жизнь. Кому будет способствовать удача в этом году, романтическая или финансовая, кого любят деньги в этом году. Очень много информации заложено именно вот в этих иероглифах. Чтобы разговор был более конкретный и полезный, предлагаю вам по ссылочке внизу видео заказать себе свою карту Бадзи и уже по моим экскурсам открывать себя самостоятельно, увидеть корни вопросов, которые вас тревожат, и, естественно, грамотно и продуктивно использовать удачу конкретного года. Итак, до новых встреч, до новых экскурсий. С вами была Дима Орехова.